Эребуни 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 В начале 2001 года личный состав российской авиационной базы на аэродроме Эребуни приступил к полноценному непрерывному несению боевого дежурства в системе ПВО СНГ по охране южных рубежей Содружества и воздушных границ Армении. На российской авиабазе Эребуни дежурное звено истребители МиГ-29 находятся в постоянной боевой готовности. В случае поступления сигнала тревоги они поднимутся в небо за считанные минуты. Готовность 1! Летный состав авиационной базы укомплектован только летчиками 1-го и 2-го класса. Они несли службу на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, в Европейской части России и имеют огромный летный опыт. За 10 лет сюда был направлен всего один молодой летчик. Выпускник летного училища здесь появился в прошлом году. Ввиду того, что аэродром горный, молодому пилоту тяжело сориентироваться для выполнения всех видов маневров в горной местности. Это откладывает отпечаток на выполнение полета. Самолет не такой маневренный, как на равнине. И по большому счету молодежь мы практически не берем. Аэродром Эрибуни находится на высоте свыше тысячи метров над уровнем моря и окружен плотным кольцом гор. И здание, и взлетную полосу российские летчики делят со своими армянскими товарищами, которые летают в основном на штурмовиках Су-25. Мы проводим совместные тактические учения с авиацией Армении и друг друга поддерживаем как в воздухе, так и на земле. По количеству налетанных часов за прошлый год пилоты с российской базы Эрибуни одни из самых богатых наших ВВС. В среднем на одного пилота здесь приходится свыше 30 часов полета. У некоторых этот показатель доходит до 100 часов. Средний налет летчика составил больше нормы. Мы участвовали в командно-штабных тренировках в 2006 году совместно с армянской стороной. И выполняли показательные полеты в честь 15-летия независимости Республики Армения. В случае необходимости в воздух готовы подняться все 18 машин. Топливо на базе сегодня в достатке. Запчасти поставляются в полном объеме самолетами военно-транспортной авиации. Правда, с небольшими задержками. Собственного транспортника у базы пока нет. А вот с бытом все не так хорошо. С жильем полнейшая неустроенность и неразбериха. У личного состава есть вопросы и по денежному удовольствию. Мы служим здесь за границей. Получаем деньги в рублях. А курс сейчас местной валюты довольно такой губительный. И получается, что наша получка сокращается в половину. И вроде как мы здесь получаем полуторный оклад. Но получаем мы в реале меньше, чем летчики такие же в России живут. Все дело в неустойчивом курсе драма по отношению к рублю. Он все время меняется в худшую для нашей валюты сторону. Если, допустим, год назад российский летчик получал в Армении 20 тысяч рублей и менял их по курсу за 1 рубль 18 драм, то сегодня он получает те же 20 тысяч, но за 1 рубль получает всего 13 драм. Треть зарплаты сгорела. Какой же здесь может быть выход? Есть путь решения, как на Украине. Межбанковский договор и жесткий курс, неменяемый, допустим, 25, 1 к 25 на Украине получают сейчас. И они живут ни на что сейчас не жалуются и служат, ни о чем у них голова не болит. То есть они все в свое время посвящают службе. Вот так и у нас можно сделать. В Ереване находится лишь меньшая часть российских военнослужащих, которые охраняют воздушное пространство стран Содружества Независимых Государств и Республики Армения. Остальные подразделения дислоцированы в городе Гюмри. О них мы расскажем в нашей следующей программе.